На Кубани аграрная сфера – это не просто хозяйственный сектор, а уклад жизни людей, традиции и культура. Краснодарский край является лидером в сельскохозяйственном производстве России. 14,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и риса собрали в закрома в нынешнем году кубанские аграрии. Трудно переоценить вклад в общекубанский каравай и славянских тружеников. Об этом и многом другом шла речь на районном празднике «День урожая-2019». А начинался этот замечательный праздник с народных гуляний на Театральной площади, где выросли живописные курени, где курились голубыми дымками только что построенные кобыцы, на которых жарились в сковородах рыба и вкуснейшие пирожки, готовился борщ и другие блюда кубанской кухни. Привлекал всеобщее внимание зажаренный на вертеле барашек. Над ним колдовали славянские казаки Виктор Власов и Виктор Дорошенко. Когда готовишь его с душой, с удовольствием, тогда получается все вкусное, маринованное, все как положено, все сделано, чисто по-кубански. И вот теперь вот, пожалуйста. Все желающие угощались пловом и ухой. Праздничную атмосферу создавали своими песнями творческие коллективы со всего района. Самые сильные и ловкие с радостью приняли участие в игре, когда нужно было влезть на столб, сняв прикрепленную на его верху ленту, взамен которой дарили подарок. Была здесь развернута ярмарка местных товаропроизводителей, продукция которых пользуется неизменным успехом у славянцев. Славянские аграрии подошли к своему празднику не с пустыми руками. Им есть чем гордиться, потому что поработали они на славу. В этом году славянский район добился прекрасных результатов. Общие валовые сборы всего зерновых, колоссовых, зернобобовых и сои составил порядка 567 тысяч тонн. Хорошие показатели по сои. Лидеры у нас в хозяйство получили до 40 центнеров с гектара. Урожай по пшенице, валовый сбор больше, на 12 тысяч тонн. Также рекордный урожай риса в этом году собрали 346 тысяч тонн, что на 28 тысяч больше с уровнем прошлого года. В Большом зале городского дома культуры состоялось торжественное праздничное мероприятие – чествование тружеников агропромышленного комплекса Славянского района. Во все времена не было обязанностей важнее и почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб, кормить своих земляков и всех жителей нашей России. Каравай – символ щедрого урожая, был вручен главе Славянского района. Примите от агрария муниципального образования Славянский район этот каравай. Роман Синеговский сердечно приветствовал тружеников. Мне приятно было присутствовать на Дне урожая в Краснодаре, на Краевом Дне урожая, потому что наши труженики не сходили со сцены. Они были награждены за тот вклад, который действительно ощутимый на фоне результатов Краснодарского края. Чествование передовиков – главная часть праздника. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» было присвоено водителю погрузчика элеватора Алексею Гарбузу из агрофирмы «Кубань», рабочей Нине Лушниковой из акционерного общества «Садгигант» и Григорию Чабанцу – главному гидротехнику зерновой компании «Новопетровская». За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса почетными грамотами были отмечены руководители предприятий, их подразделений, специалисты и работники. Наивысшей урожайности риса среди коллективов предприятий, имеющих площадь свыше 3000 гектаров, добилось общество с ограниченной ответственностью «Черноярковская» с результатом 80,41 центнера риса с гектара. Этот результат 80,41 урожайности риса с гектара был получен благодаря, прежде всего, квалифицированности специалистов, квалификации наших рабочих, подбору сортов, соблюдению всех технологических тонкостей и нюансов. Ну и тому, что этот результат складывается из нашего каждодневного упорного труда. Коллектив закрытого акционерного общества «Приазовская» получил по 80 центнеров белого зерна с гектара и занял третье место по урожайности. Кроме того, труженики хозяйства вырастили прекрасный урожай пшеницы. Такого качества, например, второй класс пшеницы мы никогда в нашем хозяйстве не получали. Ну хоть немного, процентов где-то 15-20 мы получили второй класс. Отличный корма, сила, сено, кукуруза дала высокий урожай. Ну в итоге мы собрали зерновых вместе с рисом 33 тысячи тонн. Это рекорд для нашего хозяйства. Теперь самое главное удержать эту цифру. Добиться тяжело, а удержаться еще тяжело. Урожай риса не могут не удивлять. Лучшие поливальщики района получают невероятные результаты. Свыше 100 центнеров риса на круг. Победитель в этой номинации Сергей Пипко добился результата в 104,9 центнера с гектара. Конечно, приятно, что оценили так, чтобы вырастет такой урожай, конечно. И в крае я был там тоже на форуме на этот день урожая. Тоже первый по краю. Много добрых, идущих от сердца слов прозвучало в этот день в адрес беззаветных тружеников, которые всю душу вкладывают в общее дело. У нас работают высококвалифицированные специалисты. Люди, знающие свое дело. Работают много механизаторов, трактористы, комбайнеры. Люди, которые обеспечивают их работу. Это и повара, это и учетчики, и бухгалтера. Это те люди, которые работают в одной команде. И выполняют одно дело. На сцену, сопровождаемые громкими аплодисментами зала, поднимались агрономы и механики, комбайнеры и жадчики, водители и операторы машинного доения. Все они были достойны честования за свой благородный труд. Славянские животноводы демонстрируют отличные результаты. На сегодняшний день мы надоели около 6 с копейками тонн молока на фуражную корову. Среднесуточный на сегодня, как мы перешли на зимнее кормление, составляет 24 литра на фуражную. В летний период до 25 литров мы доели на фуражную корову. Песню «Хлеб всему голова», которая считается гимном аграриев, все собравшиеся слушали стоя. Впереди у славянских тружеников, которые успешно поработали в нынешнем году, новые трудовые свершения и победы. И они обязательно будут. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».